Добрый вечер, в эфире новости НОСАХА24 в студии Павел Танин. Больше 900 дорожно-транспортных происшествий произошло в Якутии с начала года. Это почти на полтора процента больше прошлогодних показателей. Статистику уходящего года озвучил руководитель управления ГИБДД Самсон Чупров на заседании правительственной комиссии. Общей сложности в ДТП пострадали больше 1000 человек. Статистика летальных исходов тоже неутешительная. На дорогах погибли почти 100 человек. И порядка половины всех происшествий, по данным управления, приходится на столицу республики. В городе Якутске совершено 444 дорожно-транспортных происшествий или 48,4% от всех автоварий в республике, в которых 22 человека погибли и 544 человека получили в травмах. 89,8% или 836 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушения правил дорожного движения водительных и транспортных средств, в которых погибло 89 человек и на 1117 человек получили травмы. Игорь Борисов подписал указ об учреждении в Якутии Дня гражданского активиста. Праздник будут отмечать 2 апреля. Дата выбрана не случайно. Она приурочена ко дню принятия закона об Общественной палате республики. Согласно указу, День гражданского активиста учреждается в целях содействия развитию гражданского общества, стимулированию и поддержки деятельности общественных объединений, а также привлечения граждан к самостоятельному осуществлению собственных инициатив. Следует отметить, что следующий год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом добровольчества в Российской Федерации. И надо сказать, что как-никак кстати получилось, что у нас подписан именно указ о Дне гражданского активиста. В Москве стартовали Дни Якутии. В программу Дни вошла встреча делегации с министром строительства ИЖКХ России Михаилом Мень. На ней обсудят вопрос о реализации федеральной целевой программы жилища. В Минсельхозе презентуют агропромышленный комплекс региона. Там же проведут выставку продукции, а также встречу с руководителями региональных государственных органов и крупных сельхозпредприятий. Кроме того, организуют круглый стол. В конце года услуги Росреестра по приему и выдаче документов будут предоставлять в МФЦ мои документы. Передача полномочий связана с повышением качества услуг. Прием заявлений в филиалы Росреестра во всех районах республики закончится 25 декабря, за исключением села Майя и города Тамот. В Якутске заявления перестанут принимать 27 декабря. Значительно упрощается процедура получения государственных услуг для граждан. То есть не требуется посещение различных ведомств. Достаточно сдать документы в одном месте и получить результат государственных услуг. Несомненным плюсом также является и комфортность, и доступность предоставляемых услуг для населения, поскольку офис МФЦ присутствует во всех районах республики. Молодые сотрудники следственного управления пообщались с заслуженным юристом России и Якутии, ветераном Следственного комитета Николаем Борисовым. Встреча прошла в рамках его 85-летнего юбилея. Николай Борисов в 16 лет возглавлял следствие республики, работая заместителем прокурора Якутской ССР по надзору за следствием и садознанием. Руководил следственным аппаратом правоохранительных органов республики, добиваясь неуклонного улучшения показателей следственной работы. Под его руководством было расследовано большое количество неочевидных уголовных дел, получивших широкий резонанс не только в регионе, но и в стране. В их числе такие нашумевшие дела, как об организованных массовых хищениях алмазов и золота. Работать следователя – это сложнейшая и трудная работа. Раскрывать преступления, все время с людьми работать. Во всем мире, как раскрывать преступления, формулы нету. И рецепт не изобретен, где идти найти, каким путем найти. Желаю молодым следователям, в первую очередь, любви к своей специальности. Желаю любить свою профессию, быть трудоспособным, иметь ум, талант, набивать себя опытом. На Олимпиаде 2018-го смогут выступить 208 российских спортсменов. Об этом написала в Facebook первый зампредкомитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Шужурова. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что потенциальные лицензии на участие в играх имеют более 200 российских спортсменов. Конкретный состав будет определять МОК. Олимпийское собрание накануне единогласно приняло решение поддержать российских спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчане. Теперь остается утвердить СМОК технические вопросы. Этим займется специальная комиссия Олимпийского комитета страны. В Олегминске открыли новую котельную. Она отапливает более 30% объектов города, в их числе объекты социального назначения, многоквартирные и частные дома. Появление нового теплоисточника в городе решит многие задачи, в том числе оптимизацию. Подробности далее. Тахир Габидулович работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства не первые десяток лет. Из них большее время в старой, 32-й котельной. В воду нового объекта искренне рад. Тепло давать людям можно намного качественнее. Это уже автомат котельная на полном автоматическом состоянии. Не то, что вручном. Уже и облегчение самим-то операторам идет. Не говоря уже о том, что и жильцам надо опадет уже без проблем уже. Само событие знаковое. В городе началась модернизация. С вводом нового теплоисточника оптимизируется работа трех объектовых котельных. В связи с этой оптимизацией у нас будут закрыты котельные, и она более мощно полностью выдает тепла нашим потребителям, муниципальных образований, учреждений и частному сектору. Поэтому именно планы валютные у нас в УПИЗКХ совместно с министерством, жилищно-коммуниальных хозяйств и по политике президента и главы нашей республики. Модернизация идет всех котельных. При этом качество услуг возрастает, а мощность 12 мегаватт дает возможность и в дальнейшем подключать потребителей. Рост строительства в городе – это здорово. Только старая котельная неспроста носила название «32». Вот это здание четырехэтажное, там 32 квартиры. И вот эта котельная, она только для этого здания была, 32-квартирного дома. Она так и называлась. Она для школы и котельная 32-квартирного дома. Так это сколько к ней-то уже подцепились? Вот эти дома уже новые строятся, трех-четырех-пятиэтажные дома – это уже все здесь. В ходе церемонии работников вручили почетные грамоты, а вместе с ключом команде объекта подарили телевизор. Сразу после официальной части его распаковали и подключили. Теперь новости будут всегда рядом. Благо, современное оборудование в котельной значительно облегчает труд. В Якутске начались республиканские сборы экстренных служб региона. В течение нескольких дней пройдут практические занятия и круглые столы, на которых участники обменяются опытом, обсудят проблемные вопросы по своим направлениям и пути их решения. А сегодняшнее утро началось с пожарных учений в торговом комплексе. За ними наблюдал Виталий Абрамов. В ТВК Азия в результате короткого замыкания произошло возгорание на первом этаже в электрощитовой. Звонок на пульт один поступил ровно в пол одиннадцатого утра. Тут же в развлекательном комплексе забывает сигнал об эвакуации здания. Условно выводится около двух ста человек. К этому времени уже прибывают первые пожарные расчеты. Звенья газодымозащитной службы подступают со всех четырех сторон здания. Ведется поиск пострадавших и локализация условного возгорания. За работой якутского гарнизона пристально наблюдают их коллеги и сулусов. Изучается тактика ведения тушения пожаров в крупных развлекательных зданиях. Ну, естественно, весьма полезно. Наблюдаем, обсуждаем, как правильно и быстро подойти к огню. У нас в районе тоже ежегодно минимум по пять учений проходит. Но, к сожалению, не такие масштабные, и нам для опыта такая практика весьма необходима. Тем временем очаг возгорания обнаружен и успешно ликвидировал. Условная площадь пожара составила более 50 квадратных метров. Также, условно, тушение пожара осложнялось задымлением помещений. Работало более пяти звеньев ГДЗС. Создан контрольно-пропускной пункт. Представители объекта также остались довольны проведенной тренировкой. И подчеркивает, что такие учения у них проходят впервые. У нас торговый центр оснащен неплохо, я считаю. По последнему требованиям, всем отвечает. Но он достаточно сложный объект, поэтому выбрали, видимо, нас. Я думаю, что это полезное дело. При проведении таких пожарно-тактических учений изучается характеристика объекта, размеры, планировка, а также состояние подизданных путей, чтобы при реальной опасности работать более слаженно. Виталий Абрамов, Григорий Григорьев, НДКСХ, Якутск. Между тем, якутские спасатели получили патент на свое изобретение. Они разработали поисково-спасательный маяк для людей, завлудившихся в лесу. Идею реализовали из подручных материалов, и она уже помогла спасти несколько человек. Самый свежий пример 29 августа этого года. На пульт оперативного дежурного поступило заявление о пропаже семейной пары в районе Намцирского тракта в Якутске. Оперативная группа выехала к месту. Так как зона поиска была большая, спасатели приняли решение, помимо наземного поиска, по периметру установить сигнальные маяки. Пока их разносили и устанавливали, на звук маяков вышли потерявшиеся грибники. Республиканский профсоюз работников образования и науки отмечает большой юбилей. Сто лет назад на съезде учителей создали Якутский союз, приняли устав и избрали руководящие органы. Сегодня организация является самой многочисленной среди профсоюзов республики. О том, как ей удается сохранять и продолжать лучшие традиции движения, расскажут наши корреспонденты. Защитить социально-экономические права работников, добиться выполнения социальных гарантий, улучшить микроклимат в коллективе. Зинаида Давиденко успешно выполняла эти функции 18 лет, возглавляя Нирюнгринскую территориальную организацию профсоюзов работников образования и науки. Для того, чтобы отстаивать интересы работников, надо иметь свою собственную позицию, надо уметь разговаривать с работодателем, надо на уровне районной администрации, на уровне республики уметь всегда поставить проблему и найти пути решения совместно. Вместе с другими профсоюзами Республиканская организация профсоюз работников образования и науки прошла большой исторический путь развития, всегда оставаясь на защите прав и интересов работников образования. Нирюнгринской организации, куда сегодня входит 50 учреждений и более полутора тысяч человек, удается сохранять и продолжать лучшие традиции профсоюзного движения, где на первом месте – внимание к человеку труда. В профсоюзах действительно самые активные наши работники образования, можно сказать, такие огоньки, потому что свои энергии неоссякаемые, они зажигают людей и вдохновляют тебя на работу. Проблем, конечно, много, но мы все вместе, наша сила в единстве, и мы решаем эти проблемы. В праздничный день были награждены грамотами и наградами от района администрации депутатов самые активные члены профсоюза. Коллективы образовательных организаций подготовили поздравительные выступления. Песни, сценки, танцы создали праздничное настроение всем присутствующим, в очередной раз доказав, что члены профсоюзов – позитивные и находчивые люди. Екатерина Павлова, Айя Ломосов, НВК «Саха» Нирюнгре. Таковы главные новости к этому часу, а в 20.44 мы вместе с вами поговорим о главных событиях уходящего дня. Также все актуальные новости можете найти на портале nvk.defeesonline.ru. Хорошего вам вечера и до встречи.